всем привет это анимон на очереди четвертая оптимизация expression simplification упрощение выражений эта оптимизация позволяет упростить некоторые математические выражения ну вот например 0 плюс v1 0 нас вообще никакой роли не играет можно оставить v1 0 минус v1 то же самое минус v1 или скажем v4 поделить на 1 это то же самое что и v4 что с этим делением что без этого деления результат будет один и тот же поэтому мы можем упростить верну как было и посмотрим код здесь все достаточно просто нужно лишь вспомнить математические некоторые правила такие как сложение и вычитание нулей деление на единицу умножение на 0 и так далее ну давайте по порядку если у нас первый аргумент в binary expression это 0 тогда мы сравниваем если эта операция сложения то 0 плюс любое выражение будет равно любому выражению здесь вместо x2 тут может вообще быть что угодно либо вызов функции либо еще другие операции с вычитанием то же самое 0 минус переменная равно минус переменная либо переменная минус 0 равно переменная с умножением любое умножение на 0 дает 0 и наконец деление 0 поделить на переменную равно 0 дальше операции с единицами то же самое 1 умножить на переменную равно переменная переменная поделить на 1 равно переменная дальше деление на минус единицу дает нам минус переменную переменная минус переменная равно ноль. То же самое касается и логических выражений. Если в условии присутствует false и логическое и, тогда условие все будет false. Если в условии присутствует единица, либо true и логическое или, тогда результат тоже будет истиной. Здесь я просто сравниваю, есть ли у нас переопределенные операторы. Если мы переопределили плюс, то все операции, которые используют плюс, например 0 плюс x2, мы уже не можем их обработать. Может быть плюс мы здесь заменили на вычитание, либо возведение в степень, либо что-нибудь еще другое, то здесь мы посчитать уже точно не можем. Ну и теперь посмотрим, как оптимизируется этот пример. Напомню, что я отключил все остальные оптимизации, оставил только expression simplification. запускаем. Было вот так, а стало вот так. И теперь сравниваем. 0 плюс v1 заменился на v1, минус v1. Дальше вот это умножение. v1 умножить на 1 остался v1, v2 умножить на 0. Это то же самое, что и 0. То есть заменилось вот так, заменилось вот так. И дальше на следующем шаге оптимизации мы получили v1 плюс 0. Это то же самое, что и v1. v4 поделить на 1. v4, v3 минус v3 0. Ну и здесь тоже эти условия заменились на true и на false. И если мы теперь включим остальные оптимизации, то эта ветка у нас удалится и этот if тоже уберется. Давайте теперь сюда что-нибудь еще добавим. К примеру, если числовое значение мы пытаемся сдвинуть на 0 бит вправо, либо 0 бит влево, то оно все равно остается числовым значением, которое было. То есть x сдвигаем на 0 бит вправо, получаем x. И x сдвигаем на 0 бит влево, тоже получаем x. И теперь напишем условие. Если у нас второе значение export2 0, а операция равна binary expression сдвиг влево, либо сдвиг вправо, тогда мы заменяем simplifications count, увеличиваем и возвращаем. Получается левое выражение. То есть x export1. Вот так. Ну и теперь для примера v6 равен v4. v4. Сдвигаем влево на 0. Либо v5 равно v4. Сдвигаем вправо на 0. Запускаем. И видим, что у нас заменилось v5 равно v4 и v6 равно тоже v4. Таким образом, если вспомнить больше таких вот правил, тогда мы можем существенно увеличить количество оптимизации на данном этапе. Это в итоге может нам помочь, оптимизировать программу еще лучше, если мы включим остальные оптимизации. И теперь полностью все четыре оптимизации у нас дадут вот такой код. Все сравнения у нас заменились, второе сравнение ушло, printv остался, и поскольку здесь в массиве используются все переменные, то на оптимизации deadCodeElimination мы не можем их удалить. На этом все. Осталась последняя оптимизация, о которой я расскажу в следующем видео. Пока!